Здравствуйте друзья. Темой этого обзора снова будет термостат. Устройство, предназначенное для управления отоплением. Однако в этот раз герой обзора, хотя и произведен за Mi Smart, а не Xiaomi Liocara, предназначен для экосистемы умного дома Mi Home. А для нее, в отличие от Tuya Smart, таких устройств очень немного. А например термоголовок, по крайней мере на дату обзора, нет вообще. Модель The Mi Smart TH123E. Назначение, управление электрическим теплым полом. Экран LCD. Управление, 3 физические клавиши. Мощность 3500 Вт. Диапазон температур от 5 до 30 градусов Цельсия, точность 1 градус Цельсия. Сенсоры температуры, встроенный и выносной NTC 10K провод 3 метра. Интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц. Размер 86х86х44 мм. Поставляется устройство в светлой картонной коробке. На фронтальной части есть фото термостата и отметка Red Dot Design Award. Немецкий международный приз в области дизайн. На одной из сторон находится наклейка с указанием модели TH123E и типа электрический теплый пол. На другой краткие технические характеристики про которые я рассказал чуть раньше. Внутри пространство организовано правильно, есть держатели, ничего по коробке не болтается и доехало в полной целости и сохранности. Все что нашлось внутри. Термостат, пакетик с парой крепежных болтов, жесткий провод с внешним датчиком температуры и инструкция. Экраны клавиши устройства защищены транспортировочной защитной пленкой. Внешний сенсор предназначен для защиты нагревательного элемента теплого пола. При перегреве питание будет отключаться. Он соединяется с термостатом при помощи провода длиной около 3 метров. Инструкция на английском, не сильно объемная, но все необходимые моменты указаны и отмечены. Например включение и выключение, перевод в режим сопряжения, детский замок. В ней же более подробнее чем на коробке указаны технические характеристики устройства. Основную площадь фронтальной части устройства занимают клавиши. Левая, самая большая многофункциональна. Справа две клавиши стрелками вверх и вниз для регулировки температуры. Сзади находятся клеммы для подключения нагрузки, внешнего питания и датчика температуры. Все разъемы подписаны. Важно не перепутать фазу с нулем при подключении питания. Тут есть предупреждение о максимальной нагрузке 3500 Ватт. Ввод проводов сзади, поэтому надо планировать под термостат достаточно глубокий подрозетник. Головки винтов креплений проводов выводятся вниз. На нижнем торце корпуса виден внутренний датчик, он предназначен для измерения температуры в комнате. Хотя он выступает из корпуса, но за счет того, что клавиши тоже выходят за корпус, датчик виден только снизу. Для монтажа такого устройства понадобится монтажная коробка 86х86 мм. И, как я уже сказал ранее, достаточно глубокая. Тут я использую вариант глубиной 50 мм. Ссылку оставлю в описании. В нее термостат помещается отлично. Конкретно эта модель монтажных коробок предназначена для внутренней установки в стену и имеет крепление, позволяющее соединять между собой несколько подрозетников в одну кассету. Для установки с термостата надо снять верхнюю крышку. Это делается при помощи плоской отвертки или старой кредитной карты. Держится все на защелках, которые нужно просто поддеть. Отверстия для комплектного крепежа находятся в металлической рамке, они точно совпадают с гнездами в подрозетнике. Если устройство можно разобрать не прибегая к деструктивным действиям, я обычно стараюсь это сделать. Плата управления, которая находится в фронтальной части устройства, крепится к ней четырьмя саморезами по углам. Кстати, в качестве управляющего модуля тут применен ESP32 vroom, что оставляет возможность прошивки альтернативным софтом, если он конечно есть. Вот плата управления без защитного покрытия, видно внутреннюю Wi-Fi антенну. Видно внутреннюю часть с экранами и кнопками. Перейдем к силовой части, которая находится со стороны подрозетника. Пластиковая крышка держится на паре защелок и легко отжимается при помощи той же старой кредитки. Так как термостат рассчитан на достаточно мощные нагрузки, было интересно, какое тут применено реле, согласно маркировке даже с небольшим запасом. Дорожки силовых контактов дополнительно пропаяны, правда на них есть какие-то следы, похожие на флюс. Теперь можно приступать к сборке тестового стенда. В качестве наглядного нагревательного элемента у меня будет выступать лампочка накаливания, кстати она вполне себе неплохо греется. Подключаем внешнюю линию питания и нагрузку, согласно маркировке контактных площадок. Важно не перепутать фазу и ноль, так как реле термостата разрывает именно фазовую линию. Внешний датчик температуры обеспечивает защиту от перегрева, он подключается в отдельную контактную колодку. На стенде у меня используется уже показанный чуть раньше подрозетник глубиной 50 мм. Тут его вполне хватило, правда при тесте у меня использовались гибкие и не сильно толстые провода. При реальном использовании они будут более толстые и жесткие, так что при возможности надо посмотреть подрозетник глубже. Подключаем питание. На экране отображаются две температуры, слева с датчика, как с внутреннего возле него имеется надпись Room, так и с внешнего на него можно переключиться. Справа целевая температура, которую должен соблюдать термостат. Перейдем к логической части. Герой обзора предназначен для работы в системе управления умным домом Mi Home. Запускаем его и нажимаем добавить устройство. Приложение обнаруживает термостат автоматически. После этого для него нужно выбрать свою Wi-Fi сеть. Дальше идет процесс обмена данными, в ходе которого на гаджет передаются параметры сети, после чего он перегружается и подключается к ней. И в конце три стандартных шага. Тут выбирается локация для расположения устройства, затем ему можно задать свое, либо оставить имя по умолчанию, и далее при необходимости предоставить доступ с других аккаунтов. Термостат появляется в общем списке устройств. Если нажать на его кнопку, загружается плагин управления. В центре указана целевая температура, сверху данная датчика. Если нажать на центральную кнопку внизу устройство отключится. Прилетела новая прошивка, я ее установил, все прошло нормально. Так что обновляться по крайней мере на эту версию можно безбоязненно. Кнопка с шестеренкой справа внизу открывает меню настроек, где можно выбрать отображение с датчиков, внутренний, внешний или оба сразу. Калибровка температуры. Регистерезис, температурный коридор, по умолчанию 2 градуса. Температура с датчиков отображается в верхней части плагина, на этом примере сразу с обоим. Слева внизу находится меню выбора температурных режимов, для быстрой установки целевой температуры. Ее можно устанавливать и вручную. В меню настроек все опции стандартные. Изменение имени и локации устройства, предоставление общего доступа, список автоматизаций в которых оно участвует, обновление прошивки, сетевая информация и т.д. Термостат можно применять и в автоматизациях. В разделе если, т.е. начального события или условий, доступно аж 19 вариантов, от состояния устройства, до переключения режимов и данных по целевой текущей температуре. В режиме тогда, чуть меньше, но тоже много вариантов действий, 15. Для бытового применения можно например понижать целевую температуру при открытии окна и повышать при закрытии, или по нажатию на кнопку у выхода устанавливать все термостаты в режим Away, а по возвращении в режим Home. Логика работы проста, если целевая температура установлена на термостате выше текущей на значение гистерезиса, он включает реле подающее питание на нагревательный элемент. Когда температура на датчике начинает расти и превышает целевую, реле отключается. Короткое нажатие на клавишу М вызывает быстрые режимы. Дома и отдыхают. Клавиши со стрелками позволяют установить целевую температуру вручную. Логика работы с выносным датчиком. Термостат включает реле нагревательного элемента. Температура на внутреннем датчике 21 градус. Для переключения на внешне, нужно зажать клавишу М с стрелкой вверх. Исчезла надпись Room, это внешний датчик, температура на нем сейчас 24 градуса. Этот датчик используется как защитный и он должен измерять температуру самого пола. Разогреем его на лампочке. Как видим, за счет пластикового корпуса он прогревается постепенно. Но стоит отметить, что теплый пол прогревается не так быстро как лампочка накаливания. Так что это не будет проблемой. При достижении значения в 28 градусов реле отключается. Это несмотря на то, что целевая температура не достигнута. Это нужно для избежания перегрева пола. В приложении тоже появляется надпись о опасном перегреве. После того, как температура на внешнем датчике снизится до 26 градусов, защита отключается. И реле вновь подает питание на нагревательный элемент. Перейдем к Home Assistant. Устройства Mi Home, работающие по Wi-Fi для локального подключения, требуют наличия токена специального ключа. Его удобно извлекать при помощи интеграции Xiaomi Gateway 3, причем шлюз для этого не надо, только подключение аккаунта Mi Home. После этого нажимаем настроить и получаем список подключенных к аккаунту устройств. Среди которых выбираем интересующие, термостат. Нажимаем подтвердить и получаем все данные, адрес и токен. Я попробовал три варианта подключения. Через стандартную интеграцию Xiaomi MIO, по умолчанию установленную в систему. Тут понадобится учетная запись для входа в аккаунт Mi Home и появится такой же список устройств. Но к сожалению, на дату этого обзора, термостат не имеет поддержки в этой интеграции. Следующей была кастомная интеграция из магазина Haxx, которая называется Xiaomi Mi Ot. Кстати, у меня есть несколько устройств на ней, которые не поддерживаются предыдущей. Тут тоже есть список устройств, из которого выбираем термостат. Поначалу все вроде получилось, обнаружилась сущность, домен климат корректный, предложила выбрать локацию и добавилось устройство. Но выяснилось, что все же это устройство пустышка, получить данные и управлять термостатом через эту интеграцию нельзя. Вот атрибуты этой сущности, их много, но при этом никаких данных ни передать, ни получить от термостата не получилось. Но я не сдался и продолжил поиск. Следующая интеграция тоже из списка Haxx, Xiaomi Mi Ot Auto. Тут можно выбрать тип добавления, через аккаунт или указав IP и токен. Так как и то и другое мне известно, я выбрал вариант ручного добавления. Хотя тут же добавилась корректная сущность, но исходя из предыдущего опыта, а также того, что по умолчанию на термостате стояла температура 0, сомнения у меня оставались. Но они развеялись, после изменения температуры в сущности Home Assistant. Хоть и не мгновенно, но все же довольно быстро в течении нескольких секунд, она синхронизировалась с термостатом. Кроме установки температуры, тут есть и корректно работает режим работы. Тут их два, авто и выключен. По факту это включение и выключение термостата. И пресет, это как раз режим работы, аналогично как в аддоне Mi Home, выставляющий предустановленную температуру. Вот получаемые из интеграции атрибуты, много явно лишних. Также хочу отметить минус этой интеграции, на момент обзора тут отсутствует обратная связь. Из Home Assistant можно установить и температуру и режим работы. А вот если сделать изменения вручную, то данные в интеграции не обновятся. Герой обзора, один из немногих вариантов термостатов для экосистемы Mi Home. Хотя производитель The Mi Smart, главным образом профилируется на экосистеме Tuye, как видите, кое-что нашлось и под Mi Home. Подключается и работает корректно и имеет много вариантов опций для автоматизации, что кстати присуще не всем моделям для Mi Home. Я слышал и о таких, у которых вообще нет ни одной опции в штатном приложении, только в кастомном. К особенностям можно отнести необходимость монтажа в квадратном подрозетнике и дизайн. Не всем понравится лаконичный экранчик с цифрами как на калькуляторе. С другой стороны тут большие и удобные клавиши. Что касается Home Assistant, то поддержка не полная. Передать данные на термостат можно, а получить от него обратную связь, по крайней мере на сегодняшний день и в рассмотренных интеграциях, нельзя. Хотя для Home Assistant выбор устройств такого класса очень большой. На этом все, надеюсь видео было вам интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, не поздно сделать это прямо сейчас. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, где публикую различные интересные материалы по тематике умного дома. Ссылку на него, а также другие полезные ресурсы вроде каталога устройств для умного дома, вы найдете в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok